Мы приняли репортажи, про которые мы забыли. Более того, тут посмотрите по чатам, интересна была информация о том, что уже идет обсуждение на радио Эхо Москвы и голосование в прямом эфире по поводу того, что хайп это не хайп, пирамида не пирамида, афера не афера. И что самое интересное, друзья, мы об этом узнали уже по факту, и посмотрите записи этой передачи, что 40% людей ответил о том, что считают это афера и пирамидой. Но самое что интересное, друзья, 60% людей, то есть видите, как разделились 60 на 40, 60% людей отвечали, что это инновационный проект и то, что идет финансирование за счет краудинвестинга, за счет народного финансирования, это благо, а не во вред. Это тоже, друзья, говорит о том, что многие начинают понимать, что мы с вами создали мощнейший инструмент, мощнейший механизм, что мы с вами сегодня делаем то, что никто никогда в мире не делал. То есть и по созданию краудинвестинговой системы, и инвестпроводящей системы, которая распределяет риски среди десятков, уже сотен тысяч людей, и мы создали невозможное только потому, что люди посчитали для себя возможным рискнуть небольшой суммы денег. Никакой венчурный фонд, инвестиционный фонд, хиджи фонд сегодня не пошел на большие инвестиции, потому что терять миллионы долларов никто ответственность на себя брать не может. А люди, которые идут и инвестируют от 10 долларов до сотен тысяч долларов, люди для себя принимают решения, и они несут ответственность, как высокорисковый венчурный проект. И, соответственно, благодаря тому, что мы распределили эти риски на десятки тысяч людей, стало возможным то, что мы сегодня сделали. И, соответственно, уже только сейчас стало возможным ведение переговоров с заказчиками, такими, как является Ротхук и партнеры, с кем он работает в Австралии. И проекты, которые сейчас в университете в Австралии, где пошел этот проект, я могу сказать, он потянул за собой целую вереницу проектов. То есть у нас сейчас уже есть партнеры, которые предлагают и реально рассматривают проект. Это Орландо, Америка, штат Майами, то есть где также 30 километров студенты до Камбуза. У нас есть интереснейший проект, который мы уже почти год обсуждаем с партнерами в Турции. Это в Анкаре от студенческих камбузов, где 250 тысяч студентов ежедневно перемещаются до пяти университетов и возвращаются обратно. И других решений, кроме как юнибайки, юнибусы, легкая система, сегодня решений не существует. И это вот уже три проекта, которые запускаются, вот уже сейчас приезжает группа инженеров из Австралии, уже работают эксперты в Орландо. Сейчас активная фаза переговоров идет по турецкому проекту. И эти предложения, друзья, поступают и поступают, потому что как только стало реальным и возможным, а в сентябре это уже будет продемонстрировано действующие образцы именно и юнибайков, и юнибусов. А в октябре, друзья, мы с вами все будем уже на презентации, где будет реально уже действующее испытание. И мы будем в этом присутствовать, и мы это будем видеть. И поэтому уже говорить о том, что этого не существует, или надо еще подождать какое-то время, все, друзья, это уже ушло в прошлое, это уже активнейшая работа, и это сейчас набирает очень серьезные обороты. Поэтому мы дальше специализирующиеся команды, которые мы создали, это Алексей, Руслан Багиров, еще я могу там Алексей, у нас есть тоже очень интереснейший парень с Новосибирска, наши уже старые партнеры Игорь Хальзов, те команды, которые вокруг него собираются. То есть это с Академгородком сейчас интересно рассматривается вопрос в Новосибирске именно по строительству легкой трассы вдоль дамбы, которая сегодня туда идет. Таких проектов, друзья, будут десятки, десятки и сотни. И мы как раз будем эти проекты вам рассказывать об этих проектах, показывать бизнес-планы, и, соответственно, мы с вами начинаем уже перерастать, переходить в реально инвестиционный фонд, реальную инвестиционную команду. И здесь, друзья, чтобы вы понимали, что мы не просто так вот создали информационное пространство, краудинвестинг предложили вам инвестировать. Это я вчера задал интересный вопрос, что, друзья, вы все следите за этапами, вы все видите, что какое количество акций идет перераспределение, и когда будет закрыт вход в корневую технологию, соответственно, между инвесторами будет перераспределено примерно 60 миллиардов акций. И, казалось бы, абстрактная цифра, друзья, и она никоим образом никого не касается. Но, друзья, здесь, знаете, как говорила моя бабушка, она была очень мудрой женщиной, она говорила, дай бог нам дожить до этих проблем. Так вот, когда мы начинаем анализировать то, что происходит, и когда мы производим допущение, что вход в корневую закрыт, значит, строится, развивается, делается, друзья, обратная сторона этой медали, это то, что те активы и те обязательства, которые есть, они начинают приобретать цену, они начинают котироваться, они начинают пользоваться спросом, и тот пакет, который у нас есть в руках, он становится инвестиционным. То есть это реально ресурс. И здесь я задаю, друзья, вопрос, когда очень многие люди, инвестировав небольшие суммы, там сотни долларов, там кто-то тысячи долларов, с теми дисконтами, с теми вечерными премиями, которые сегодня закладываются, вы получаете серьезнейшие инвестиционные пакеты, и когда у вас на руках номинал, то, что вы сегодня видите, я вам задаю вопрос, я знаю ответ, я даже не хочу, чтобы так сказать, я вам задаю вопрос, друзья, вот вы пришли в проект Skyway, вы поверили в этот проект, благодаря вам сегодня этот проект реализован, он идет по всему миру, и за это, как вознаграждение, вы видите капитализацию той венчурной премии, которую вы получили, участвуя в высокорисковом научном венчурном проекте. А вот теперь, друзья, мы задаем вопрос, а если инженерная школа Анатолия Давыдовича Юницкого вам предложит уже из тех инвестиционных активов, которые у вас есть на руках, проинвестировать высокоприбыльные адресные проекты, такие как транспортировка пищевого льда из России в Китай, разработка уникальнейших месторождений Севера Якутии, там Тора или Боливии, или добыча лития сегодня, это проект, который, кстати, будет обсуждаться с Элленом Маском, это производство лития для электромобилей, ну, он считает, что это будет для его автомобилей Тесла, мы считаем, что это для наших юнибайков и юнибусов, но нам всем нужны аккумуляторы. Аккумуляторы, друзья, это литий, а литий сегодня находится практически весь только в Боливии, причем либо в центре, откуда его надо везти за полторы тысячи километров до ближайшей переработки побережья, либо еще есть интереснейший проект, где литий и соли находятся в Андах, в горах на высоте четыре тысячи метров в Чили. И, соответственно, здесь, друзья, я не могу не удержаться вам сказать, что с точки зрения инвестиционной привлекательности проекта в Чили, и, представляете, надо несколько сот миллионов тонн воды, это содержащие литиевую соль, спустить сверху для переработки вниз. То есть я вам могу сказать, что с точки зрения инженерного решения, которое будет предложено именно технологической школой Skyway, это будет не просто спуск сырья, а это еще будет выработка электроэнергии. Так вот, этой энергии, которая выработает подвижной состав, когда будет спускаться, хватит для того, чтобы и поднять обратно пустой подвижной состав, и еще обеспечить электроэнергией всю инфраструктуру наверху и внизу. То есть, другими словами, мы будем добывать полезные ископаемые, спускать их вниз, при этом вырабатывать электроэнергию. И, соответственно, я задаю следующий вопрос. Друзья, какая сегодня технология может это предложить? Это может предложить железная дорога, да она с высоты четыре тысячи метров, через три перевала, вообще туда пройти не может. Просто вообще это теоретически невозможно. Для SkyWay этих невозможных задач нет. Поэтому я вам, друзья, просто рассказываю еще об одном интереснейшем адресном проекте, в котором мы будем участвовать. И здесь, друзья, вы уже будете участвовать не как неквалифицированные инвесторы, которые просто поверили, пришли, инвестировали небольшие суммы. А вы как обладатели уже большого инвестиционного пакета, а у каждого это сотни тысяч, это миллионы долларов. Соответственно, друзья, то, что мы с вами создаем, и это четко надо понимать, друзья, это мощнейший инвестиционный фонд, который будет инвестировать в адресные проекты. И это, друзья, не без преувеличений, это именно так. И это, друзья, тоже очень интересно. Еще одна, скажем так, очень серьезная программа, которая идет именно в проекте SkyWay. И строительство полигона, и даже капитализация венчурных премий, это все, друзья, укладывается в одну общую концепцию, и мы дальше с вами уже будем своими силами разрабатывать такого рода месторождения. И нам даже не понадобятся для этого сейчас многие фонды, к кому мы сейчас, ну, уже не ходим на поклон, друзья. Здесь я могу сказать, что время, когда мы ходили на поклон, прошло три года назад. Сегодня мы общаемся на равных, мы сегодня общаемся как партнеры, и у нас всегда есть предложение, и я видел, как ведет переговоры Юницкий, он выставляет условия, которые всегда направлены на защиту акционеров, и дальше вопрос такой, хотите, принимайте эти решения, не хотите, не принимайте. Других условий не обсуждается. И я могу сказать, что так как это в основном очень здравые и устраивающие всех условия переговоров, то мы движемся, и я абсолютно уверен, что в ближайшее время концепция и запуск финансирования адресных проектов с помощью больших, именно крупных фондов Европы, Америки и Азии мы запустим. И это, друзья, вопрос не за горами, я почему это четко могу сказать, потому что это проходит перед нашими глазами, и мы в этом принимаем определенное участие. Поэтому, друзья, это серьезнейшая работа. Вот мы начинаем работать и сейчас готовим большой запуск именно по привлечению инвесторов по работе в Германии. Германия – это очень специфичная страна, это очень консервативная страна, и те условия, которые мы сегодня работаем в Европе, отчасти сейчас в России, в Казахстане, такие условия, естественно, для немцев приемлемы не могут. И мы сейчас адаптируем под них именно работу личного кабинета, работу всего пространства, для того, чтобы немцам стало понятно, куда их зовут, как инвестировать, какие от этого прибыли можно получать. И вот в рамках этого в Бен Зальфуете мы будем проводить 18 июня в 12 часов совместную такую конференцию Европейского агентства инвестиционных проектов и технологии Skyway. Туда приезжают наши активисты со всей Европы. Вот, соответственно, смотрите в расписании, в личных кабинетах есть, соответственно, какой отель, как забронировать, с кем связаться, то есть это работа и дело. И здесь, как раз, друзья, очень интересна аналогия, которая сегодня просматривается с работой с Родом Хуком. Что Род Хук, это Людмила, это человек, который работает в структуре Алексея, нашла Рода Хука, принесла ему эту информацию, провела с ним беседу, заинтересовала, вывела на работу, на, соответственно, общение сначала со мной, потом с Алексеем, потом с Виктором Бабуриным, потом с Юницким, потом организовали приезд. И сейчас вы видите, друзья, результат, который это. Но началось это просто с обычного акционера, нашего партнера, который просто нашел в себе смелость подойти к Роду Хуку и предложить. И то она почти полгода забрасывала его информацию, присылала ему, и только через полгода он откликнулся, и мы имеем тот результат, который имеем. Так вот, друзья, вчера подходит женщина ко мне и говорит, вы когда будете в Германии, я хочу вас познакомить с бывшим министром транспорта Германии. Он также высказал желание поучаствовать в конференции, получить информацию. И как это, друзья, я когда на конференции это объявил, но это, друзья, было даже, знаете, так на уровне символизма. Я говорю, что, знаете, друзья, то есть похоже, что все бывшие министры транспорта постепенно начнут к нам подтягиваться. Также, как мы очень много приводили примеров, и Сергей Анатольевич Гришин, это бывший замминистра, это легенда железной дороги, легенда МПСа. Соответственно, он наш партнер, он приехал, посмотрел, влюбился в технологию, соответственно, также сейчас на своем уровне продвигает эту информацию, рассказывает своим бывшим коллегам о том, как будет выглядеть железная дорога, и почему сегодня Hyperloop, которую продвигает Эллен Маск, и которую неожиданно Лапидус поддержал, это не железнодорожного транспорта, а на прошлой неделе тут вообще РЖД заявило, что мы готовы рассматривать Hyperloop, как технологию для применения российской железной дороги. Здесь я могу сказать, что, ну, к тому времени мы уже построим образцы, как они созреют. Здесь я могу сказать, что это все, на что способны наши железнодорожные чиновники. И, друзья, в завершение, я буквально еще 3-5 минут, потом продолжит Алексей, соответственно, наш вебинар, я приведу еще один очень интересный пример по Hyperloop, и внимательно рекомендую посмотреть и фильм «В небо на колесе» про орбитальную транспортную систему Юницкого, и вот сейчас ролики, которые прошли именно после конференции, которые сегодня идут, то там все начиналось, и вы видели, что все начиналось именно с вакуумной трубы, в которой двигался ротор, а потом уже путем упрощения Юницкий пришел к построению струнной эстакады. Так вот, друзья, это было сделано еще 30 лет назад, когда Эллен Маск, наверное, еще пешком под стол ходил. Соответственно, весь вопрос о том, кто является автором, и когда приписывают, что Hyperloop, то есть перемещение в вакуумной трубе, это лидерство у Эллена Маска, то это, друзья, просто, ну, наверное, не соответствие действительности, потому что 30 лет назад Юницкий описал движение аэродинамического тела в вакуумной трубе, на эстакаде, которая построена на Земле, для решения еще более сложных задач, которые Эллену Маску сегодня даже не снились. Поэтому также есть программа, и, наверное, пришло время говорить о том, что автор технологии Hyperloop, ну, или, как мы ее назовем, HyperSkyway, это все-таки инженер Юницкий, и этой идее уже более 30 лет. И если кто-то опять пытается выдать эту технологию за свою, то он просто либо не знает истории, либо идет тем же путем. Соответственно, друзья, сегодня, опять же, если уже говорить с точки зрения спора, что сегодня вакуумная труба для перемещения на Земле не нужна, потому что Юницкий решил инженерные задачи с помощью аэродинамики, и он показал, что скорость 600 км в час, которая вполне достаточна для земного перемещения, на Земле сегодня все самолеты летают со скоростями, 600-700 км в час, а с введением концепции электросамолетов опять возвращаются к скорости 550-600 км в час. Но зато экономия топлива будет в 10 раз. Так вот, а у нас по сравнению с самолетом экономия почти в 100 раз. Поэтому, соответственно, концепция перемещения Skyway и гипер-Skyway, которая сегодня, она делается таким образом, что по Земле с точки зрения экономии достаточно перемещаться со скоростью 600 км в час по струнной транспортной системе, а вот там, где надо создать систему для того, чтобы перейти в седьмой технологический уклад и выводить миллионы тонн грузов на орбиту, на низко-геостационарную, для того, чтобы осваивать околоземное пространство, там, конечно, нужна, друзья, гипер-Skyway, нужна вакуумная труба, и об этом Юницкий говорил еще 30 лет назад. Поэтому я прошу, чтобы вы тоже это понимали, вы тоже четко в этом ориентировались, и когда сегодня из Элона Маска делают идола и икону, да, это талантливый парень, он очень много что интересного сделал, но, если анализировать, сегодня его концепция Tesla электроавтомобиля это тупиковая мысль, и она выйдет за счет Юнибайков и Юнибусов, это именно электромобилей, электроавтомобильных андроидов, роботов, которые будут перемещаться на институте Кокаде второго уровня это технологии более серьезные. Про космическую программу мы сегодня даем целый концепт и технологическое решение, которое просто решает задачи Элон Маск, которым еще не подошел, ну и соответственно технология PowerWool, то есть электрическая стена накопителя, она также сегодня в инженерном бюро Юницкого решается более сегодня результативно. Поэтому уже пришло, наверное, время сказать, что в этой области мы являемся лидерами, и то, что мы сегодня делаем, это находится на острие, и к этому постепенно будут подтягиваться и все технологические школы, и все соответственно бизнесмены такого плана, как Илон Маск. Поэтому встреча Маска с Юницким это будет в общем-то серьезное такое событие, это будет очень серьезное, ну а мы сейчас занимаемся как раз подготовкой этой работы. Ну вот, друзья, на этом я свою часть заканчиваю, я передаю слово Алексею Суходоеву, он как всегда сделает свой взгляд, свое видение, очень оригинальное трактование то, что сегодня есть, и сегодня, друзья, в отличие от разных по определенным обстоятельствам, я уже после Алексея включаться не буду, я прощаюсь сегодня с вами до вечера, в 19-20 все по расписанию, поэтому, друзья, стройской... Ну, дорогие друзья, тоже у нас различные были мнения по поводу концепции Илона Маска, но сейчас много достаточно материала было прочитано, сопоставимо, проанализировано и так далее, что мы можем сказать, что Илон Маск действительно, как бы, гениальный пиарщик, то есть, такой вот именно вот мастодон и действительно профессионал своего дела в сфере маркетинга, пиар-индустрии и так далее. И на вечернем вебинаре уже более подробно мы расскажем про путь развития Тесла, про путь развития SpaceX, ну, если говорить за SpaceX, то, дорогие друзья, чтобы было понятно, Анатолий Эдуард Чуницкий начал запускать ракеты еще в очень молодом возрасте, еще будучи школьником. И он занял первое место именно по конструкции ракетной модели, которая с помощью пороха, самодельного причем, поднимала мышку на достаточно серьезную высоту, и более того, Анатолий Эдуард Чуницкий мог рассчитать приземление ракеты именно в то место, в которое было рассчитано. А сейчас Маск как раз-таки непосредственно вводит концепцию SpaceX, то есть было неоднократно указано в научных монографиях Анатолия Эдуард Чуницкого, что потенциал ракеты и в Советском Союзе за это были определенные гонения, потому что космическая индустрия СССР была очень сильно защищена именно общественным мнением, то есть это был авторитет СССР на тот момент, и когда Юницкий Анатолий Эдуардович говорит о том, что именно эффективность использования ракеты это примерно как использование телеги и это действительно так, дамы и господа, потому что тот потенциал, который будет выводить далее общепланетарные транспортные средства, то есть ОТС, это сопоставимо с тем, что ракеты должны были начать вывозить грузы на орбиту, то есть на высоту даже не орбиту, а 340 километров, уже несколько десятков тысяч лет назад, тогда они от этого потенциала могли достичь, и что сделал сегодня Илон Маск, то есть мы все показывали на репортаже и так далее, что Илон Маск действительно добился того, что при взлете ракета сможет повторно использовать первую ступень, более того, первая ступень автономно приземляется на то место, на которое было запланировано, повторяем, это именно в модели примерно я не знаю, 1 к 50, 1 к 100, точный масштаб я не знаю, это именно предполагаю, было сделано Анатолием Эдуардовичем Миницком еще в детском возрасте. Так вот, что сделал Маск? Фактически он сделал модернизацию ракеты, но вся суть и концепция ракеты осталась одна и та же, то есть максимум, что она может вывести, это десятки тысяч тонн в год. И дамы и господа, это действительно то, что может перевести телега за год, телега на обычной лошади. То есть фактически Маск придумал языком гужевого транспорта говорить уздечку либо седло. То есть он сделал модернизацию именно космического транспорта, который на сегодняшний день используется. Но на самом деле именно для выхода на геостационарную орбиту, для выхода на высоты 300-400 километров, по нашему мнению, как раз таки Анатолий Эдуард Эдуард Ильич Юницкий абсолютно прав. И нет более совершенной технологии вообще в информационном поле Земли. И мир на сегодняшний день постепенно подходит к тому, что действительно логика развития ОТС предотвратит глобальные изменения климата, то есть вынести можно будет промышленность в открытый космос, всю индустрию, вредную, загрязняющую нашу планету в открытый космос. И первой ступенью очистки нашей планеты будет на самом деле повсеместное использование струнного транспорта Анатолия Эдуард Черемницкого, именно транспорта второго уровня, который не будет перерезать артерии движения почвенных, грунтовых вод. Это очень важная составляющая. Я не позавидую Китаю, они уже предприняли этот вектор развития, можете найти. Китай выделяет 19 триллионов юаней на развитие высокоскоростной системы, именно продолжение в этом векторе развития по строительству высокоскоростных дорог. Это на самом деле может обратиться достаточно серьезной экологической катастрофой для китайцев. И почему Москва, Санкт-Петербург высокоскоростной не стали строить, и на самом деле я рад, что не стали строить Челябинск, Екатеринбург, несмотря на то, что стало частью нового шелкового пути и так далее, но все же я могу сказать, дамы и господа, это было сопоставимо, и экологи начали возмущаться, Москва, Санкт-Петербург с взрывом Чернобыльской АЭС. То есть представьте строительство высокоскоростной трассы, я не говорю уж про стоимость, и если немножко ударяться в концепт Hyperloop и соответственно концепт Skyway. Во-первых, при неоднократном упоминании, и мы, как именно люди, которые продвигают данный проект не только среди микроинвесторов, но и общения с министрами, с чиновниками и так далее, то есть задают вопрос, ну, начиная от сравнения с монорельсом и заканчивая, естественно, Hyperloop. Во-первых, технично маска от Hyperloop, так как это неэффективная технологическая именно инновация на сегодняшний день, невозможную реализовать действительно дешево и эффективно, и это будет небезопасный способ перемещения, и скорости будут достигаться до, да, свыше тысячи километров в час, то есть до тысячи пятисот, если не ошибаюсь, километров в час, но кому нужно перемещаться тысяча пятьсот километров в час? Нам, господа, это просто не нужно, логики в этом нет. Если исходить из аналитики, из прогнозирования, то можем сказать, что через несколько десятков лет, то есть даже не десятков лет, менее чем пятнадцать лет потребуется Боингу, они уже заложили в проект для создания самолета на электродвигателе, то есть концепция перемещения, в том числе в воздухе, будет сводиться к тому, что максимально оптимальная для городского транспорта скорость перемещения будет до 150 километров в час, 120 километров в час, 100 километров в час, то есть сразу синхронизируем и выводим на логику наши с вами транспорта второго уровня, и как раз таки да, у нас скорость будет достижима до 100-120 километров в час. и то, что автомобили будут летать на самом деле, то, что автомобили будут самоуправляться, то есть это, знаете, будет как искусственный интеллект на первом уровне, но это не избавит нас от человеческого фактора, от тех именно несостыковок, когда система управления будет отказывать, соответственно, автомобиль может либо упасть на людей, которые просто прогуливаются и если посмотреть на Китай, там вообще вес, вот вид сверху, смотреть, как начинается день в китайском мегаполисе, знаете, как муравейник, просто десятки тысяч людей на перекрестках выходят на улицу, представьте, автомобили будут летать, не дай бог эта груда металла упадет этим людям на головы, то есть это будет действительно как бы достаточно плачевно, и на этом я могу сказать, с точки зрения пиара, с точки зрения внедрения повсеместно массового производства летающих автомобилей и так далее, на этом все закончится, то есть акции той компании, которая произвела этот концепт, если летающий автомобиль действительно упадет, то акции резко упадут в цене, и данная технология окажется не востребована. Максимально востребованной по массовости применения будет, на наш взгляд, как раз таки струнный транспорт Анатолия Эдуарда Чевницкого. Чего не скажешь об электрокарах Маска. Во-первых, это первый уровень, то есть логика перемещения должна быть заданный конкретный вектор перемещения. То есть что есть струна? Струна это есть каркас, скелет будущей транспортной мировой инфраструктуры, мировой сети транспортной энергетической коммуникационной, как говорили уже мы на первом вебинаре. И это заданное направление движения. Вот вчера я проводил лекцию для студентов, открытую, также в Перископе, подпишитесь, посмотрите, если еще не убрали эту трансляцию. На Перископе длятся трансляции два дня, но также мы будем дублировать, выкладывать данные трансляции и на наш канал официальных вебинаров Skyway Capital. И молодой человек задал вопрос, зачем мне вообще струнный транспорт, вы рассказываете про юнибайки и так далее, все замечательно, с помощью музыкальной силы могу перемещаться, фитнес-экотранспорт, но если я хочу с девушкой поехать к примеру и покататься, то каким образом я буду использовать ваш транспорт, ответ мой был очень простой, во-первых, дороги первого уровня дороже строить, во-вторых, сегодня дороги абсолютно неокупаемые автомобильные традиционные дороги, я не говорю уж про эстакады, стоимость которых 10-20 миллионов долларов за километр и огромные землянные насыпи и так далее, объем строительных работ не сопоставим со струнной технологией Анатолия Эдуардовича Явницкого. Я ему задал вопрос, почему сейчас даже в деревнях строят обычные дороги, где она неокупаемая инфраструктура дорожная развивается как именно составляющая развития региона. И потом я сказал, что струнные дороги действительно будут строиться намного быстрее повсеместно, так же, как строятся дороги, и они еще больше изменят концепцию городостроительства, потому что на самом деле струна будет пролегать фактически везде, где не может сейчас проходить дорога. И я могу вам привести сравнение, тоже очень интересная беседа была с одним из специалистов Монтогорской области, то есть, каким образом Банная строился туристический курорт, один из самых мощных туристических курортов, каким образом там прокладывалась дорога вообще, обычная дорога, обычного качества российского, взрывались скальные породы. А представьте, что струнный транспорт можно пустить просто на втором уровне, с минимальными затратами, быстро, эффективно и долговечно, то есть, не нужно будет ремонтировать дорогу каждый год и выделять огромное количество бюджета. То есть, в этом плане тоже струнный транспорт абсолютно выигрывает. И если говорить про то, что, допустим, говорят, что фактически бесплатная зарядка в электромобиле маска, можем вас разуверить абсолютно, потому что примерно один суперчарджер, который быстро заряжает батарейку, съедает в районе 120 кВт. И таких суперчарджеров по 4 штуки на зарядке. То есть, это полмегаватта. Вдумайтесь в эту цифру. Как вы думаете, сколько используют, я не буду говорить даже про юнибайк, там вообще смешное количество используемой энергии. Я буду говорить про транспортную электронную цепку юнибусов, нескольких юнибусов, способных перемещать 50 человек. Они будут расходовать 20 кВт. То есть, разница абсолютно ощутима по энергозатратам и так далее. То есть, с маском мы, я думаю, что обязательно рано или поздно будут проведены переговоры, потому что это действительно гениальный пиарщик, действительно человек, который смог развить именно в командной составляющей бизнеса. Но я могу сравнить маска с Анатолием Эдуардовичем Юницким как фреска с Анатолием Эдуардовичем Юницким. То есть, если говорить про патенты, которые открыты в Тесле и так далее, то это в основном патенты не технологической составляющей. Поэтому они открыты. Это патенты обтекаемости, которые не влияют на аэродинамику корпуса. Это патенты, каким материалом будет обшит, к примеру, салон. Это пакет, как максимально красиво сделать дверную ручку. И это тот пиар, который нужно использовать, именно опыт этого пиара, потому что таким образом за счет шума Маск сформировал достаточно большую капитализацию для относительно молодой компании, достаточно стремительный рост акций, но фактически у нас совершенно разного рода использование патентов. То есть, если у Ницкого это жесткие такие ноу-хау, которые нельзя раскрывать, то у Маска это другие несколько составляющие, которые часто к технике не имеют отношения. Поэтому они открыты. И то, что Жак Фреско сделал концепцию линейных городов, и когда люди были готовы миллионы долларов начать вкладывать строительство этих городов, Жак Фреско сказал, что именно в отдельном регионе, в отдельно взятом регионе это невозможно сделать, это можно начать сделать только в рамках всей планеты. То есть, иными словами говоря, какой-то технологической инженерной составляющей в проекте Фреско к сожалению либо к счастью не было. И это отличает наш проект от Маска, от компании как SpaceX, как Tesla, от проекта Жака Фреско, проекта Венера, но все вот эти составляющие должны на мой взгляд развиваться синергично. и вот та же концепция, которая была запущена Анатолием Эдуардовичем Юницким, я лично ее не сразу воспринял и понял, то есть, именно концепция финансирования Skyway различными денежными потоками, различными инвестиционными группами, это рождает именно совершенствование структуры, работает система совершенно новых инструментов, это заставляет действительно расти каждый день, чтобы быть впереди той или иной инвестиционной группе, и естественно повышать потенциал финансирования. Если говорить, дамы и господа, про концепцию развития транспорта второго уровня, то я могу вам сказать и привести пример достаточно интересной технологии, то есть я видел эту технологию, когда анализировал, посмотрите, я сбросил ссылку, это так называемый трамвай-туннель, это уже испытали китайцы в модели 1 к 10, если не ошибаюсь, и данный трамвай-туннель будет строиться в Китае. Представьте, насколько это неправильная логика, просто вдумайтесь в этом, визуализацию не сделали на слайде, зайдите просто на ссылку и посмотрите, то есть не проще ли просто уйти на второй уровень, и в чем заключается аргументация? Аргументация заключается в том, что это будет дешевле, чем метро, и таким образом мы сможем избежать пробок и эффективно дополнительно использовать пассажирский транспорт. Но на наш взгляд это абсолютно не тот вектор развития, если говорить про концепцию таким, каким будет выглядеть будущим, то есть футурология, это абсолютно не так будет выглядеть будущее, то есть будет перемещаться транспортный андроид автономно, без надобности участия в этом человека, и соответственно большая сеть будет организовываться, транспортная, энергетическая, коммуникационная сеть, и в будущем уже замыкаться. Тот эффект, который произведет замыкание транспортной сети Transnet, его можно только предположить. То есть сейчас создают и суперкомпьютеры, и так далее. Одно можем сказать, вот транспортный андроид, он как ребенок, вообще, вот юнибайк, допустим, когда будет выходить с, например, фабрики, он будет как иметь девственный разум, так скажем, то есть он будет сам обучаться, в него будут загружать какие-то составляющие, которые уже знают все остальные юнибайки по прохождению тех или иных трасс, но он будет самообучаться, у него будет машинное зрение, у него будет осязание, обоняние, как и у обычного андроида, который у нас позиционирует и пророчит будущее, что роботы, да, действительно будут на уровне человека, но логика развития будущего заключается, на наш взгляд, не в этом. Логика максимально эффективного для человека и действительно нужного для человека развития будущего заключается в создании той технологии, транспортной технологии, которая позволит очищать планету от загрязнений, очищать реки, уменьшать выброс СО2 в атмосферу и, соответственно, нивелировать те эффекты, которые заставили более чем 140 стран подписать конвенцию, ООН, Парижское соглашение в прошлом году об изменении климата. Если это было подписано, то, по крайней мере, уже все страны об этом задумываются, но решения ни у кого нет. И, как раз таки, если говорить про и капитализацию максимальную, и решение выхода из предстоящего кризиса, потому что рынок сейчас мировой экономической составляющей достаточно переоценен, и, как я говорил на вебинаре, действительно, мир так устроен, что создаются пузыри. Это касается именно бума доткомов, интернет-технологий и так далее. Потом бум был ипотечный, ипотечного рынка. Сейчас и доллар ничем не подкреплен, и, соответственно, многие производства, они совсем не производства, они перепродают и упаковывают под своим лейблом, под своим брендам какую-либо продукцию, например, китайскую. Кстати, по такому же пути развивается Tesla Motors, то есть, у них нет своих технологий роторного мотора и так далее. У них нет своих технологий системы зарядки, они пытались, конечно, апгрейдить, но конкретной технологии по этому поводу нет. И вообще, как бы, фирма Tesla Motors была основана в 2003 году двумя людьми, то есть, там маска не было, это Мартин Эберхард и Мартин Тарпенинг. И за 13 лет Tesla выпустила всего несколько моделей, различающих дизайном салонах. Но, повторяю, достаточно серьезный шум был произведен, и этот шум, этот опыт мы обязательно будем использовать, и, на наш взгляд, ценность ныне, в текущем развитии обязательств международной группы компании Skyway, и в будущем потенциально, теоретически, возможно, я всегда такие слова буду повторять на каждом вебинаре, до закрытия возможности финансирования наш проект Skyway, именно в головную компанию, которая, кстати, основная ценность сегодня, и новичкам стоит ее понять, что те, кто инвестирует сегодня в головную компанию, будут в виде доли входить так или иначе во все адресные проекты, в которые будет входить международная группа компании Skyway, и это действительно огромная ценность, дамы и господа, уже после 2017 года, даже первого квартала 2017 года, теоретически, возможно, наш проект может превратиться из венчурного уже в реально действующую корпорацию, и если говорить про реальность, которая на сегодняшний день происходит, я могу сказать, что уже строится вторая анкерная опора, в июне-июле будет установлено монтаж путевой структуры, то есть натягиваться будут струна по городской пассажирской трассе, и я поражаюсь на самом деле скорости строительства, потому что наши любимые юни-байки, легкий прогулочный спортивно-экскурсионный транспорт уже начал возводиться, на фотографии вы видите фундамент опор, и опоры будет возводить не намного сложнее, чем на сегодняшний день возводятся обычные фонарные столбы, но это будет абсолютно другая прочность, абсолютно другая устойчивость, и дамы и господа, все эти предпосылки, все эти новости говорят о том, что да, действительно в 2016 году осенью возможна демонстрация, она будет обязательно показана, и те темпы развития, которыми развивается на сегодняшний день проект Skyway, этому может позавидовать любая корпорация, и здесь не псевдом наука, здесь не технологическая евангелистика, а здесь конкретные научные труды, реализованные в конкретную технологию, имеющую конкретную будущую капитализацию, которая оценивается многими экспертами, не побоюсь этого слова, в триллионы долларов, и как раз таки дольщикам, совладельцам данной технологии, дамы и господа, в первую очередь новички, мы вам предлагаем, приглашаем присоединиться к развитию проекта Skyway, потому что уже более 300 тысяч 50 людей по всему миру, поддерживает этот проект, и новости говорят сами за себя, уже фактически за один день пресс-служба не всегда успевает не то, что справляться, а именно выдавать данный поток новостей, чтобы он утрамбовался в головах инвесторов, и чтобы максимально просто, четко, доходчиво доносить об этом тем людям, которые еще не в курсе о проекте Skyway, потому что, дамы и господа, после развития проекта Skyway у нас будут еще огромные пути развития, это и финансирование тех адресных проектов, которые позволят финансировать головная компания, это и в будущем финансирование ОТС, и самое интересное, дамы и господа, что с той командой, которая собирается по всему миру, мы это действительно сделаем, можем сделать и будем делать. Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу в мир Транснету. И помните, дамы и господа, с 1 июня дисконт, и соответственно, ценность акций будет меняться, ценность акций будет возрастать, дисконт будет чуть-чуть менее выгодный, потому что проект развивается, и мы переходим на новый этап развития, осталось совсем чуть-чуть до демонстрации, а далее рывок на сертификацию и первичную капитализацию. Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу в мир Транснету. До скорых встреч, дорогие друзья, с вами Сергей Анатольевич Собиряков и Суходоев Алексей. Счастливо. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы уже рассказывали вам об особом бетоне, который был разработан в специальной лаборатории Skyway. И вы даже видели репортаж об испытаниях его текучестей. Чем ближе сдача первого участка экотехнопарка, тем больше мы можем рассказать вам об этой уникальной